Здравствуйте, уважаемые зрители! 11 апреля в Ульяновской области стартует главное литературное мероприятие региона. Состоится ежегодная областная выставка-ярмарка «Симбирская книга-2022». Она пройдет на территорию Дворца книги. И в апреле Дворец книги отметит свой юбилей. Об этих двух событиях нам расскажет ученый-секретарь Дворца книги, председатель Ульяновского регионального отделения «Союз писателей России», Ольга Николаевна Даранова. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Здравствуйте, Ирина Михайловна! Да, вот расскажите сначала, наверное, вообще, какие юбилейные мероприятия будут у нас в Дворце книги? В апреле, да. В апреле, да. Ну, с удовольствием расскажу. Апрель у нас всегда насыщенный, и апрель всегда нас радует. И тем более вот нынешний апрель, он такой солнечный, теплый. И, по сути дела, даже три события. Вот, как вы уже сказали, «Симбирская книга», «Областная выставка», «Конкурс», «Юбилей библиотеки» 175 лет и «Всероссийской научно-практической конференции». Она тоже юбилей. Да, но она тоже конференция. Ну, как бы это, можно сказать, и два крупных события. Ну, вот такие вот три кита, что ли, на которых мы опираемся. Ну, давайте немножечко поговорим о «Симбирской книге». Да, какие книги будут презентованы, и каких... «Симбирская книга» в этом году ей 20 лет. Это, конечно, большое событие. 20 лет. Начиналась она в 2003 году. Была инициатива нашей библиотеки, Дворца книги, чтобы представить те издания, которые выходили на территорию области за прошедший год. То есть представить то, какие события вошли, так сказать, отразились на странице книг. Кто наши авторы, кто наши ученые, краеведы, историки, педагоги. И за это время, конечно, это событие стало значимым. Оно, в общем-то, областное событие, но, как всегда, перекликается с другими регионами, межрегиональное. У нас бывают и межрегиональные конференции, и встречи. И, естественно, все наши приволжские города, и приволжский федеральный округ, они все тоже в гости к нам, но и все российские, когда мы представляли издания, крупные издания, российские издания, и приезжали гости. За это время к нам у нас побывало очень много интересных людей, писателей, руководителей издательств. Всегда неделя, она начиналась как неделя с имбирской книги, потом уже переросла в декаду, потому что желающих было много, много мероприятий стал таким имиджевым, любимым и действительно ярким. Но что сказать о симбирской книге нынешней? Более 400 изданий уже мы можем сейчас представить вот в нашем большом торжественном зале. Пять регионов принимает участие. Это и Москва, и Петербург, и Алтай, и Киров, Пенза, Самара. Ну, присоединяются еще и другие. Еще, наверное, до сих пор появляются. Да, да, понимаете, вот это всегда такой процесс, который идет насыщенно, долго, активно. И 32 издательства, наших издательств, это и крупные издательства, и там индивидуальные предприниматели, издающие организации, типографии. Ну, то есть от матерых китов вот до тех, которые, может быть, еще на книжном рынке несколько лет. Но, тем не менее, уже, конечно, встречаются эти, ну, безусловно, и корпорации технологий продвижения, и Печатный двор, и вузовские издательства. Все, в общем-то, достаточно хорошо и широко себя представляют. Да, безусловно, национальной автономии тоже, конечно, об этом надо сказать. Вот, что открывается у нас Симбирская книга 11-го, с 11-го по 21-го, вот видите, уже 10 дней. 10 дней, да. И вот первый же день будет интересная презентация роскошной книги «Грацимбирск за 250 лет его существования». Известная книга нашего краеведа Павла Любимовича Мартынова. Это вот такое вот новое, богатое переиздание. Расскажет об этом, представит ее Владимир Николаевич Анисимов. Он руководитель Прответительского социокультурного центра «Симбирская общественная библиотека». Что еще? Ну, я уже сказала, что уделяем внимание и нашим дружественным автономиям. В этом году 175 лет исполняется Иван Яковлевич Яковлев. Поэтому ему будут посвящены никитинские чтения. А также свои книги будут представлять чувашские авторы. То есть будут книги и звучать и на национальном языке, и на русском языке. Будет день чувашской литературы, день татарской литературы. Ну, и Симбирская книга, она ведь охватывает не только территорию Дворца книги. Она проходит по области, она проходит и во многих городских точках, то есть в библиотеках центральной библиотечной системы. Вот, например, в 4-й библиотеке будет вечер с Светланой Нефеодовой. В 17-й библиотеке «Содружество» встреча с Ольгой Георгиевной Шейпак. И, так сказать, рассказ о том событии, который случился на основе ее замечательной книги «Роман Тарбогатай». И снят фильм прекрасный. Прошлый фильм. Прекрасный фильм, да. Вот, молодежный день будет. Да, кстати, вот молодые авторы тоже принимают участие, да, в Симбирской книге. Ну, а как же без молодых, конечно. Ну, молодые, вот, ребята, члены Совета молодых литераторов. Тут и Татьяна Филатова представляет свою книгу. И, ну, руководить-то всем этим у нас руководит Александр Дашко, поскольку он у нас председатель Совета молодых литераторов. Они строят свой день так, что рассказывают о публикациях, которые выходили у молодых в журналах периодически. В нашем журнале, в журналах российских, в нашем «Современнике» и в других журналах молодежь очень активно. Ведь молодежь у нас принимает участие и во всероссийских совещаниях, она учится. И поэтому где-то какие-то вещи происходят, может быть, мы даже и не улавливаем. А вот такие встречи, они позволяют как раз их приподнять и узнать, чем живет наше молодое поколение. Ну, и будет встреча, конечно, с лауреатами, дипломантами премии «Первая роса». Вот буквально недавно. Да, вот мы только провели, вручили, замечательные ребята, причем, ну, ведь там, как сказать, они люди разных профессий. Вот у нас в номинации поэзии победил доктор, он врач, да, невропатолог. Это же так здорово, и такая чудесная поэзия. Вот, ну, что еще, какие интересные события. Алла Неверова презентует свою книгу «За час до заката». Она, в общем-то, наша землячка, живет за рубежом. Но человек очень интересный, многогранный, разносторонний. Она приедет? Она обещает приехать, да. И будет рассказывать вот о том, как человек может состояться в жизни. А потом, ну, интересно, конечно, издание представляет Институт истории культуры региона. Это вот Сергей Алексеевич Прокопенко и Юрий Анатольевич Симыкин. Они представят вот эту историю. Симбирский Ульяновский край с древнейших времен до нынешнего времени. И, по-моему, том первый, палеолит эпоха бронзы. Да, вот это вот будет издание. Они, по-моему, 12-го числа, да, презентация? Да. Если какие-то даты, может быть, я ошибусь, но у нас есть полная программа симбирской книги. Она опубликована на главной странице сайта. Там все очень подробненько. День, время, место, все уточнено. Буквально, что люди заявляются, заявляются. И вот час, каждый час, прямо дробится каждый час. Друг за другом идут встречи. Поэтому я думаю, что наши гости, посетители симбирской книги найдут для себя, безусловно, интересное место туда, куда ему захочется пойти и что для себя послушать. Ну, тут долго можно говорить. Я думаю, стоит сейчас поговорить о юбилее библиотеки. 175 лет. Ну, апрель для вас важен. Да. В этом году еще мы назвали... В принципе, апрель мы назвали «Юбилейная весна». Ну, поскольку действительно вот эта цифра, 175 лет, очень впечатляющая, внушительная. Мы к этому готовились, и библиотека встречает свой юбилей. 175 лет. Ну, как все начиналось, многие, наверное, наши друзья и даже гости знают, что в 1848 году библиотека открыла свои двери. Это была одна из первых публичных библиотек России в здании дворянского собрания. Дом был построен в здании за год до открытия библиотеки. Это было ожидаемо всеми просвещенными людьми нашего края. Это было желание, которое переросло не только в желание симбиряну, которое было поддержано всем лучшим просвещенным обществом России. Это было поддержано государем, царской фамилией, но и, можно сказать, от мала до велика, люди постепенно понимали ценность открытия симбирской библиотеки. Что было в основе? Да, ну, естественно, все знают, что она была открыта в честь и память Николая Михайловича Карамзина, земляка, великого мыслителя, историка, просветителя. И в основу были положены, конечно, его книги, которые передала вдова. Сначала это было 22 всего книги, потом передавали члены семьи, близкие, родственники. Ну, естественно, библиотека Языковых, более двух тысяч томов, об этом тоже люди знают. Иван Иванович Дмитриев, семьи Аксаковых, Давыдовых, Минаевых передавали свои книги в фонд библиотеки для того, чтобы она начала существовать. Иван Александрович Гончаров, безусловно. Вот. И, ну, вы знаете, история, да, там, история нашей библиотеки не всегда была гладкой. Случился пожар в 1864 году. Рухнуло все, сгорело все до ста книг, можно сказать, образно говоря. Сто книг осталось на руках славного библиотекаря Ивана Ивановича Благодарова. Потом библиотека начала возрождаться из пепла, как феникс. Вот. Благодаря, опять же, людям, которые хотели, чтобы она выжила. Причем со всей России. Со всей России. Ну, по крохам. Откликнулись губернские библиотеки, близлежащие и центральные библиотеки, и общество литераторов. Ну, я уже говорила, что и царская семья. И вот у нас хранятся дублеты из библиотеки Александра Александровича, будущего императора. Тогда он еще не был Александром Третьим, царевичем был. Библиотека постепенно, потом создавалась мемориальная экспозиция. 1990 год. То есть все, что накапливалось, и трудная судьба, но все, что сохранилось, удалось сохранить, оно нашло отражение мемориальной экспозиции. Это в стенах, в структуре отдела редких книг и рукопсий. Ну, и год от года библиотека живет. Вот, ведь потом она стала жить с именем Ленина. Это начало 20 века. История не стоит на месте. Имя Ленина тоже принесло определенную пользу, и мы сейчас живем с именем Ленина. Ну, у нас как бы два имени, и Карамзин остается, и Ленин. Вот, потому что тогда нужно было сохранить это. И вот и Ленин, и Крупская, они помогали, и Мария Ильинична Ульянова, они помогли сохранить то, что революционный вихрь мог уничтожить. Дальше библиотека живет. Трудные годы, восстановление, разруха, военные годы, советское время. И вот мы сейчас. Вот мы сейчас. Сейчас библиотека переходит в цифровую эпоху. Оцифровывает свои фонды, старается сберечь старый фонд. Естественно, пополняется и новыми книгами, новые технологии. Приходят молодые люди. В общем, жизнь продолжается. Я думаю, к юбилею будет множество мероприятий, посвященные 175-летию. Вот какие основные? Ну, вот, значит, юбилей и конференция. Несколько слов скажу о конференции, или, может быть, раз начали о юбилее, так сказать. Вот все-таки, что касается еще непосредственно библиотеки юбилея. Ну, мне хотелось сказать, что прекрасная выставка работает сейчас у нас в выставочном зале. Это музей Тарханы, с которым мы дружим, сотрудничаем. Они нам привезли выставку «Мода, престол которой в Париже». История моды. Ну, это не просто история моды. Это история моды XIX века. То есть, XIX век, начало XIX века, середина, 60-е годы в великолепнейших, богатейших литографиях. Это копии из французских журналов, ну, и из наших журналов «Московский телеграф». То есть, можно ходить и любоваться до мельчайших подробностей, в чем ходили модницы, и мужская причем, и женская мода, и предметы быта. Они представлены, красивая одежда, зонтики, часы, перчатки, украшения. То есть, вы попадаете в мир прошлого, когда была создана французская модельера, французская мод, законодательница мод. И как это тоже на русской, через Лермонтова, через русскую литературу, как это все отражено. Очень интересная, конечно, выставка. В каминном зале можно заглянуть, и советую заглянуть. Наши сотрудники очень талантливые. Они представили свои, так сказать, шедевры, чем живет душа помимо работы. Там и картины, там и рукоделие роскошнейшее, что, просто думаю, ну, наверное, не хуже мастеров профессиональных. Там и вышивка, там и вязание, и многие вещи, уникальные ручной работы. Ну, и хотелось бы, конечно, перейти тоже к главному событию. У нас будет конференция, Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная книжным памятникам. Книжные памятники в фондах региональных библиотек, как основа национальной культуры. Более 20 заявок, поступило 27, если я не ошибаюсь. А почти 30. Да, люди, которые хотят принимать участие, тоже разные регионы. Ну, много, конечно, онлайн. Смысл этой конференции посмотреть и обменяться опытом. Какие сокровища есть в региональных библиотеках? То есть мы рассказываем о своих, что нам удается сохранить, с чем мы работаем. То есть это памятники, которые останутся от национальной богатства, которые останутся другому поколению. Чем живет, например, и Донецкая библиотека расскажет о своих коллекциях. И будут участвовать специалисты Москвы, Московский университет имени Ломоносова, Нижний Новгород. Замечательные, конечно, коллекции расскажут о себе. Киров, Тверь, Пермь, Самара. Ну, в общем-то, практически очень мало городов, которые не захотели принять участие. Это замечательно. Конференция начнет свою работу 18 апреля с утра и плавно переходит на 19, потому что столько у нас желающих, по сути дела, два дня. Ольга Николаевна, вернемся к юбилею библиотеки. Где можно узнать и как узнать об истории библиотеки? Об истории библиотеки можно узнать у нас, прежде всего, конечно, прийти к нам на экскурсии, записаться на экскурсии. Это можно сделать и у нас, и в отделе редких книг. И позвонить в отдел связей с общественностью, отдел развития связей с общественностью. То есть отдел редких книг расскажет вам, так сказать, про историю, с чего все начиналось и проведет квалифицированную профессиональную экскурсию по мемориальной экспозиции. И наш роскошный зал тоже покажет, естественно. У нас есть экскурсия «Венец дворец на венце». То есть сотрудник рассказывает об истории дворца книги, проводит по всем, так сказать, нашим замечательным местам, рассказывает о здании, как все это начиналось, об особенностях архитектуры, внутренней наполнении. Конечно, наш прекрасный зал и то, что рядом с дворцом книги, бульвар Новой Венеции, памятник Карамзину. Можно прочитать наши замечательные книги «Трудом и постоянством». Она сейчас стоит на выставке. Она рассказывает о выдающихся библиотекарях прошлого, кто они были, как они работали, какой они вклад внесли. Но можно прийти в библиотеку и заказать эти книги в читальном зале, в хранилище. Ну, есть и на сайте. Есть и на сайте, безусловно. Конечно, сайт – это визитная карточка, без этого мы сейчас никуда. То есть информационные технологии – это прежде всего. На сайте об истории библиотеки можно прочесть и именно об истории, и о дне сегодняшнем. Ну и, конечно, можно принять участие в мероприятиях предстоящих. Да, я приглашаю всех 18-19, но это уже юбилейное. А то, что «Симбирская книга», повторяем, открывается с 11-го. Там любой может принять участие? Ну, конечно, конечно. С 11-го по 21-е апреля проходит у нас «Симбирская книга». То есть можно познакомиться и с книгами, и посетить мероприятие. Спасибо, Ольга Николаевна. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры создавал DimaTorzok